Итак, дамы и господа, альт-сезон стучится в двери к нам уже официально с вами, потому что смотрите, индекс альт-сезона 76%, что превышает на 1%, проходной балл 75%, чтобы считать это реально альт-сезон. Но, по иронии судьбы, вы скажете, нифига не растет, все падает, либо консолидируется во флете, где иксы, что за фейковый альт-сезон. И действительно, на самом деле, можно отметить, что в отличие с 2017 годом, где просто был all season, когда росло все по 20-30% в день, то сейчас альт-сезон немного другой, и рынок тоже немного другой. И биткоин после принятия такие ETF, которые все так ждали вот тут, с тех самых пор начал падать и упал уже на 16%, даже сейчас на 15% держится от своего локального хая. Так о чем же нам это с вами говорит? Давайте вместе разбираться, и если вам тоже не безразлична тема крипты, обязательно раздавите кнопку лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. В общем, погнали. И что мы видим здесь? Локальная картина, 4-х часовик, биткоин. Как ни крути, нужно начинать с биткоина. Биткоин в боковике. Все абсолютно ожидаемо в рамках рационального движения происходит пока. То есть у нас здесь сильная поддержка, как вы можете видеть, по ордерам со всех крупных бирж. И также сильное сопротивление, как вы тоже можете видеть, в основном сосредоточенное в районе 45 тысяч, но вот здесь мы пробили немного выше на запуске ETF. То есть в принципе биткоин идет во флете, и потенциально, потенциально, я не говорю, что точно, но может быть, посмотрите на дневку, рисует консолидацию, после которой движение наверх продолжится. Но, правда, посмотрите, также здесь уже мы видим, что вот эти вот низы были чуть-чуть ниже, чем вот эти низы. В общем, такой расширяющийся на самом деле мегафон мы рисуем. И здесь может быть все, что угодно в этом диапазоне, так же, как и коррекция куда-нибудь вниз. Потому что, посмотрите, если это окажется локальным пиком, да, у нас немного неправильно натянута Fibonacci, но мы можем ее подтянуть. Вот, то, соответственно, мы сейчас тестируем только 0.38 уровень, и это даже не от самого дна, это вот от 25 тысяч от предыдущего уровня, да. То есть тут, в принципе, 0.5 уровень, 37 тысяч долларов, 0.61,8, 34 тысячи долларов, все еще на балансе вероятности, что мы увидим. Но, друзья, в этот момент, даже если биткоин сделает вот так или вот так, без разницы, мы можем увидеть офигевший альт-сезон, как обычно и бывает. То есть альт-сезон происходит, как правило, не в тот момент, когда идет бит-сезон, и не в тот момент, когда все этого ждут. Что сейчас мы видим? Сейчас мы видим, что, как минимум, монеты начали вести себя по-разному. Некоторые монеты, такие как Solana, Injective и прочие, показали уже мульти-иксы со своего дна, а другие при этом продолжают падать, либо консолидироваться. И это, на самом деле, указывает на здоровый рынок, на здоровое состояние рынка. Потому что, когда все монеты ходят как одна, это, скорее, мертвый рынок, это на медвежке так происходит. А сейчас мы видим, что уже бычий рынок, что каждая монета живет своей жизнью, поэтому давайте-ка начнем, не поверите, с чего, с Doggy Fucking Coina. С Doge Coina. Да, друзья, давно мы на него не смотрели. Doge Coin выглядит очень сейчас интересным. И, на самом деле, даже не потому, что он пробил свое нисходящее вот это угасающее экспоненциальное сопротивление, я тестировал его уже как поддержку. А потому что, друзья мои, гораздо все прозаичней, Илон Маск в Твиттере снова Forced Doge. Ну, для начала надо заметить, что он создал аккаунт X-Payments. X-Payments, для тех, кто не знает, X-Payments это вообще первая компания, Маска еще до PayPal. И вот он решил, видимо, ее возродить в Твиттере. Собственно, у них уже 100 тысяч подписчиков, при этом ни одного поста еще нет. Но, что удалось найти на просторах Твитнета, спасибо большое Ридвану, который мне прислал, привет тоже, жду тебя на стрим, бро. Вот, Ридван мне это прислал, вчера говорит, Гринни, переведи в двух словах, о чем они тут говорят, а то непонятно. И давайте послушаем с вами, что говорит Илон. Они просто достанут всех тех, кто не их подписчик. Как-то мы должны это придумать, как это может быть? Да, микро... Микроплатежи, совершенно верно. 10 центов, 15 центов. Может быть, Dogecoin? Да, Dogecoin, один Dogecoin за статью. 10, 15 центов. Круто, а почему нет? Знаете, это должно сработать. Поощрение статей. В общем, да, походу, как вы поняли, они собираются замутить Xpayments. Наконец-то, собственно, Xpayments рельсы, Xpayments сеть на Твиттере с микроплатежами. В принципе, ничего удивительного и нового. И вообще не факт, что это видео, кстати, не сгенерировано какой-нибудь искусственной наросеткой. Поэтому, погодите, на всю котлету не влетайте, но тем не менее, мы с вами знаем, да, что Илон любит эту монету. И вполне возможно, он реально ее сделает официальной валютой Твиттера, по приколу или нет. Но, все равно, смотрите, что на дневке здесь на самом деле есть еще тревожные знаки. Например, дневная сетка EMA Ribbon развернулась в медвежку. Но, правда, мы ее уже снова пробиваем. Потому что вот на этих, собственно, слухах, даже не новостях, как мы можем видеть, если мы приблизимся на 5-минутный таймфрейм, Doge запампили. И все сказали, да, Dogecoin, ракета, to the moon. Но хочу вас все равно предостеречь, мои друзья, потому что, отдаляясь на недельный таймфрейм, все-таки Dogecoin, я вам напоминаю, что все еще, на мой взгляд, очень дорого стоит. Потому что в линейной шкале, да, этого не видно, но в логарифмической, посмотрите, мы запамплены с вами на 100X. С предыдущих значений мы запампились на 100X, ну, практически на 100X, на самом деле. Но к биткоину, да, там было практически 100X. И все еще не закрыли этот gap. Вот этот безразрывный рост, понимаете? Вот такой безразрывный рост, вот такой безоткатный рост, как был здесь, это, ну, как вам сказать? Ну, короче, это добром обычно не заканчивается. Поэтому этот треугольник все еще медвежий. И я думаю, что Dogecoin в какой-то момент все-таки пробьется вниз. Поэтому, тем более к биткоину, посмотрите, как это выглядит. К биткоину он стремится просто туда-обратно, хотя бы вот к верхним значениям этого коридора, своих средних значений. Ну, это, на мой взгляд, опять же, не факт, что это так произойдет. Просто я бы был очень осторожен с Doge. А вообще-то вам, конечно, решать самим. Дисклеймер, не финансовый совет. Это просто развлекательный контент, и вы все риски на себя берете сами. Но я лично на Байбите сейчас затариваюсь аудио. Мне нравится очень проект Audius. Это такой крипто-музыкальный саундклауд. В общем, у нас там тоже есть музыкальная страничка, кстати. И также у нас есть музыкальный канал. Если вы не в курсе, подпишитесь на YouTube. Он сейчас появится у вас сверху. У нас скоро новый релиз. Вот. Да, поэтому мне эта тема близка, поскольку я сам музыкант. И аудио тоже, смотрите, пробивает сейчас прям нисходящее сопротивление по FIBA, которую я натянул. Вот, видите. И это FIBA просто для измерения коррекционного отскока. Где мы сейчас, мы уже отскакиваем на 0.38, 0.5, 0.618. Я думаю, на 25 центов где-то локально этот трейд может улететь. Поэтому я, собственно, туда ведра и поставил. Вот, как вы можете видеть, на нашей любимой бирже Bybit. Можно их еще вот так руками двигать. Но, в принципе, вот примерно, да, я думаю, что вот в ту зону 0.23, 0.27 куда-то мы добьем. Ну, естественно, ничего не гарантировано. Это все при том, что биткоин стоит в боковике. Посмотрите, биткоином сейчас только скальпить, собственно, если торговать вообще. И то как-то вот он пока не очень зашевелился. А аудио, да, посмотрите. Dash, кстати говоря, тоже. Кто там все говорит, что старички уже ничего не покажут. Я как раз противоположного мнения. Я думаю, что сейчас все вот из них выйдут. И они как раз начнут показывать все. Вот, поэтому Dash, да, сейчас, ну, просто нереально пригоден для покупок. Все, что ниже 100 баксов, это как бы лонг очевидный, на мой взгляд. Даже по примеру его, собратьев, старичков типа эфира классика, кардана и доучкоин и того же. Лайткоин, опять же, все еще ползает по дну. Даже я бы сказал, под дном, наверное. Вот у меня в небольшом минусе локально лонг. Но в целом я его рассматриваю только наверх. Только наверх. Потому что, друзья мои, фишка в чем с этим альтсезоном? Сейчас можно не смотреть все эти монеты. Мана, кстати, тоже. Вот из того, что у меня набрано, я показываю. Мана тоже будет To The Moon, потому что GameFi, ребята, GameFi. Это серьезная история. Что-то вот начинает стрелять. Видите, смотрите. Ом. Помните такую монетку? Мы тоже ее накапливали. У меня она в стейкинге до сих пор где-то валяется на эфире. Тоже сегодня показала рост 36% или даже больше. Мантра Дао. А со дна уже, посмотрите, сколько она набрала. Уже 600%. Понятно, что не все монеты даже вернутся к своим хаям. И кто-то в них инвестировал гораздо выше когда-то давно. И для них, конечно, это не то, что не альтсезон. Это просто все смешно, кто заходил вот здесь. Но с другой стороны, вы же могли всю дорогу усреднять. И сейчас бы уже были в плюсе, если бы вы этим торговали. Поэтому, друзья, кто хочет этим торговать, напоминаю, что все ссылки на лучшие биржи вы найдете в описании. Обязательно регистрируйтесь на нескольких, потому что нельзя торговать на одной. Она может соскамиться. Любая из всех бирж, даже Binance ваш любимый. Маунт Гокс тоже был когда-то крупнейшей биржей. Соскамился. Так что, кто ищет, куда бежать с Binance, вот лучшие альтернативы вы найдете здесь. BuyBit, Maxi, FameX, Gate, BingX, BitGate, KuCoin, BitFlex. Без KYC, кстати, все еще BitFlex. Без проблем. Для тех, у кого есть территориальные ограничения и так далее. Ну и также, конечно же, Телеграм-канал, Телеграм-чат, Криптокомманс. Если вы еще не добавлены, тоже добавляйтесь туда. Обязательно. Так же, как и на Бастион. Поэтому, что скажешь с этими альтами? Фишка в том, что когда они входят уже вот в эту зону, тут реально никто не верит. Все говорят, да это все фейк какой-то, продают. И начинается неистовый. Неистовый просто тузамон. Вот и все. Поэтому, фишка в том, что надо сидеть, терпеть прибыль. Сидеть в позе. Естественно, не превышать риск разгружать плечи. Ну вот, смотрите. Вот, на Maxi у меня еще открыты лонги по Atom, Stellar и Dash. Dash'у тоже, тоже. О, нифига, 152% профит. Вот, так что, тоже я тут налосил сначала, что-то по стопам. Сейчас вот, короче, выруливаю. Поэтому, да, что хочется сказать. На этом сезоне, нифига, никто не понимает, что будет вот здесь. Все думают, что уже все, финиш. А на самом деле, вот, посмотрите. На примере с аудио. Смотрите внимательно. Вот я вам показываю недельный график. Где оно сейчас? Я думаю, вы все мне скажете. Оно под дном. Как бы, да? То, что оно еще даже не тузамонило. А теперь, внимание, открываем минутный график. О, а тут уже вон какие движения. Смотрите, нифига себе, какие палки, да, вы скажете. Тут же можно было полностью разгрузиться и тут перезайти. Да, можно было. Пожалуйста, скальпите этим частью позиций. Я не успел. Сегодня я просто еще спал. У меня сейчас обед. Это было утром, вот. И, собственно, когда я проснулся, цена уже была вот здесь. Я уже тут не стал закрывать даже часть. Потому что я верю, ребята, в то, что это по-настоящему. Это будет такой альт-сезон, что все просто охренеют. И если вы тоже за ту-замун, но при этом с холодной головой, конечно, ставите стопы, контролируете свой риск, то ставьте лайк обязательно. Подписывайтесь к нам на канал, если вы тут новенький. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие апдейты. А у меня на этом все. С вами был Гриня. Это канал CryptoCommons. Всем профитролей. Спасибо, что смотрите. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok